Все, теперь все, окей. Добрый день всем. Мы сегодня продолжаем, с одной стороны, чтение книги «Маниту. Тайны еврейства», с другой стороны, во всяком случае, для этого года это у нас будет последнее занятие. Я считаю, что, во всяком случае, я так ощущаю, что тема в какой-то момент не то что исчерпывает себя, но ты ей переполняешься, и нужно брать иногда какой-то перерыв, чтобы посмотреть на нее со стороны, усвоить. Может быть, потом мы вернемся еще к «Маниту». Может быть, в будущем году я выберу другую тему из тех, которые кажутся важными и возникают в наших дискуссиях. Пока еще я окончательно не решу. Летом, может быть, раз в несколько недель сделаем какие-то уроки, не связанные конкретно с этой книгой. Сегодня я хотела изменить немного стиль изучения. Если раньше мы двигались постоянно по тексту, фактически не перескакивая, естественным образом казалось, что там есть повторения какие-то. Хотя эти повторения, может быть, и очень важны были для усвоения принципов. Тем не менее, поскольку я сегодня хочу поставить какую-то небольшую точку в нашем курсе, который мы в этом году изучали. Я возьму из продолжения книги несколько отрывков. Мы посмотрим, в каком направлении, в каком случае, дальше книга движется. Какие-то основные базовые, которые «Маниту» проводит. Сначала я немного вернусь назад, а потом сделаем несколько прыжков таких вперед, посмотреть, о чем дальше будет идти речь. И вообще, я считаю, что это совсем неплохо оставить всех с желанием, со вкусом, прочесть самому эту книгу, изучить, когда она с Божьей помощью будет напечатана, выйдет или закончена, так или иначе. И погрузиться в этот мир, как и действительно, очень непростой, и очень много дает человеку для понимания цары, для понимания мира, для понимания себя. Я попрошу тогда Андрея поставить мне, я там прислал файл, да, вы видели, 16-й? Вот я немножко вернусь, это абзацы, которые уже проходили, но я хочу, есть некоторые мысли, которые я хотела подчеркнуть в ней. Может быть, не одна мысль, но несколько точек, как говорится, на кудот. Вначале он вот в «Маниту», я это уже прошлый раз говорила, может быть, менее внятно, говорит о том, что мир построен в треугольник. В верхнем углу находится творец, а вдруг в нижних углах творения и еще одно творение. Даже не говорит, что тут прямо человек, но, видимо, «Маниту» имеет в виду двух людей. Я в прошлый раз как-то мимоходом это сказала, я хочу все-таки подчеркнуть это. Потому что это важно, просто понимание, что философия «Маниту» или взгляд «Маниту», который, с одной стороны, основан на царе, на мидражах, на традиции, на кабале, который он не просто знал и учил, а был фактически кабалистом, то есть человеком, который пропускает кабалу через себя. С другой стороны, он был все же в каком-то смысле философом, потому что его взгляд на мир, он органично связан с философскими представлениями 20 века, начиная с Гера Маккоина и далее. И вот этот вот треугольник, о котором он говорит, безусловно, он неизвестно, что о нем говорит, например, о нем говорит Франц Розенфлак, хотя у него треугольник выглядит немного по-другому. Это занятно, когда ты сравниваешь различные звуки, и выглядит как одна и та же идея, в частности, идея другого, о котором мы говорим тут очень много, когда он говорит, что о нем не так. Она очень важна, где у Левинаса есть, безусловно, общий... Мехам, а с мехатом микрофон пропадает. Да, есть между ними много общего, но есть совершенно разные какие-то философские заключения в различных системах. Тем не менее, просто понять, что это... что это не общий дискурс, наверное, это просто называется, до тех, кто из 20 века, и который не потерял свое значение в 21, безусловно. Но в отличие от монитора Зенфлак видит карту немного по-другому. Он сверху ставил все вышли, а два нижних угла треугольника для него было человек и мир. И далее, то, что описывает на монитору, монитору, здесь это творение конкурирует между собой, так как каждый из них совершенно эгоистическим образом хочет получить все изобилие, которое может дать творец. Это совершенно на самом деле, если мы не будем продолжать читать дальше. И рассмотрим эту фразу в отрыве от общего взгляда. Сама по себе, она довольно пессимистична в отношении человека, в отношении мира. То есть она говорит о том, что природа человека, это в каком-то смысле, может быть, под влиянием, я думаю, Равашлага, который тоже оказался во время влияние на маниту, который Равашлаг видит базовым свойством человека, такое получение, то есть абсолютно дающий это Всевышний, абсолютно получающий это творение человека. И поскольку он абсолютно получающий, это его самое главное свойство, он хочет как можно больше получить, он хочет получить все, что он может ему дать творить. На самом деле, при таком взгляде, казалось бы, нет тут места для другого вообще, потому что получается каждый другой, он конкурент со мной на получение. И по идее, по теории. Каждое из этих творений, надеюсь, должно служить все, просто выжить, он же хочет нам дать максимум каждому. Но каким образом мы можем это заслужить? Но оно должно сделать это последовательно, признать того, что в мире есть другое творение. Мне приходится делать какое-то большое усилие, чтобы понять, что я не в этом мире, и есть другое творение, которое имеет те самые права на получение как-то. Другое творение, которое также создало, но в этом мире, которое мы можем дать свою любовь к другому творению. Каждое творение выражает свою любовь. Мы просто раз про это много говорили, он просто это принесет. Микрофон у вас отходит, и плохо воспринимается то, что вы говорите. Ой-ой-ой, не знаю. Вот сейчас отлично, а потом что-то произойдет. Он шуршит, он где-то отходит, видимо. Может быть. А так хорошо? Так лучше? Хуже? Слышно меня? Сейчас отлично. Но вы, может, его шутаете? Вы сразу говорите, когда будет плохо слышно, ладно? А, Андрей, можно посмотреть ссылку там на Рава Кука внизу есть? Вот это? Да. Эта же идея содержится у Рава Кука. Рав выражает эту мысль присущим ему особым языком. Человеку нужно много работать, пока не откроется ему, что существует в мире другая реальность, отличная от его личной частной реальности. И только тогда, когда он осознает должным образом, он может постичь своего дворца. Так что возлюбие своего ближнего, как и самого себя, охватывает всю Тару, а также является основой истины и познания Всевышнего. На самом деле, если углубиться, с одной стороны, Рав Кука, это не то же самое, что мы здесь. Но с другой стороны, тут есть в оригинале, может быть, я не очень точно привозу, в оригинале есть у Рава Кука ощущение, что это один из путей. То есть, когда мы говорим о признании другого человека, о том, что вот говорил о Равашкенназе, у Равашкенназе получается так, что я должен любить, должен признавать, должен пожирать право другого на получение, на существование, только потому, что в нем есть божественный образ. Только потому, что я люблю Всевышнего. Я люблю Всевышнего, потому что Он любит меня. Я понимаю, что Всевышний любит другого, и я как бы становлюсь вместо этого другого. Я люблю другого, поскольку в нем есть Любовь Всевышняя. Самого по себе, как бы я этого человека не люблю. Не обязана любить. И не могу любить. И, скорее всего. Любовь к ближнему, то, что говорит Равашкенназе, она целиком должна основываться, это то, что он повторяет несколько раз, на понимании того, что в другом человеке есть божественный образ. И я фактически люблю не его, а божественный образ, который в нем. Я люблю Всевышнего через него. И об этом мы говорили в прошлый раз довольно много. И только как я подчеркнула, что у Рава Кука есть немного другой гляд на это дело. С одной стороны, безусловно, он говорит то же самое, что любое другом основано на том, что человек перед другом может быть Богом. Но только того, безусловно, в том, что он пишет, есть также и любовь к человеку самому. Почему возможно так карается в той же главе, в которой мы... Вы уже пропадаете. Да, в той же главе. Без микрофона попробовать на встроенном. Попробую. Давай, давай. Попробую. Нет, так вообще ничего не слышно. Может, и нас не стало слышно. Светха, что у нас происходит? Проблемы со звуком уныхамы. Мы не слышим уныхамы. Да, сейчас я снаюсь. Сейчас. Я кашляю, но я тебе объясняю. Послушай. Теперь слышно меня? Да! Только, пожалуйста, обрати внимание. У тебя, видимо, контакт плохой. Я вынула сейчас этот самый... Слушай, я не знаю, что ты вынула. Я тебе говорю, фахтаж. Пропадает звук. Слышишь ты меня? Я сейчас беру контакта. Блин. Ты меня слышишь? Да. Окей. Земля, земля, послушай, я тебе хочу сказать. Если, когда ты говоришь, обращай внимание. Если ты видишь, народ машет руками, что-то такое, тогда останавливайся и проверяй. Хорошо. Окей. Значит, вернемся к тому, что почему раб Маниту настолько сосредоточен на том, что человек должен любить в другом именно образ Бога, а не саму личность. Казалось бы, любовь к самой личности это не противоречит тому, что я люблю в нем образ Бога. Видимо, как мы видели в прошлый раз, мы читали о том, как раб Ашкенази приводил пример того, как любовь к личности другого человека может полностью вытеснить любовь к нему, поскольку он несет образ Бога. И Бог вообще исчезает из этой картины. То есть, поскольку Маниту считает важным для нас не скатиться к такой картине, когда мы любим другого, а Бог вообще не существует. И это, как мы говорили, форма белопоклонства в определенном смысле, поскольку он уходит в определенном смысле в крайности, говорит, любите вашего ближнего, Всевышнего. Когда мир продвинется еще на одну ступень, тогда мы сможем, видимо, и об этом он тоже дальше говорит, любить и ближнего тоже, и его личность, ценить независимо от божественного образа, который в нем. То есть, здесь есть внутренняя какая-то сущность человека, которым мы обязаны, безусловно, любить и признавать, давать ей место, а внешняя какая-то его оболочка менее обязательна, но тем не менее, на каком-то этапе она оказывается не менее важной для любви, для почитания, для признания, чем и внутренняя. И у Рава Кока это в большей степени выражено, чем у Рава Ашкина. Давайте немножко вернемся тогда. Это небольшое возвращение к тому, что было, поскольку я пыталась понять именно причину, почему так сильно Маниту настаивает на том, что именно мы должны любить и признавать в ближнем божественный образ, и дальше он там говорил, что разница между Эд, Ашема Ла Кейфа, Вели Ашема, Лера Эха Камуха, что мы, что ближнее, это только средство для любви к Всевышнему. Тем не менее, мне кажется, что это можно объяснить тем, что Маниту боялся опасности вот такого исключительной любви к человеку, когда любят Эд, Эд Рээха Велё, Лера Эха, с другим предлогом, наш ближний становится сутью и центром мира, и это ломает всю структуру, это приводит почти к этому похожу. Теперь, вкратце, из следующей главы, решение уравнения братства. Рассказ Писания, в ядре которого находится противостояние Кайна и Эвеля, накладывают на двух братьев обязанности разрешить уравнение братства. Однако на практике один становится правителем убийцы, а другой жертвой. В истории человека было дано четыре ответа на проблему правителя, подданного, убийцы, жертвы, объекты, субъекты. Когда у нас есть два, мы переходим к решению, не даром Маниту это формулируют как уравнение. У нас есть двое, два человека. Я и другой, допустим. Каковы могут быть соотношения между мной и им? И Маниту приводит четыре варианта. Первый – это вариант отельтарного общества. Если структура общества с необходимостью требует наличия правителей и подданных, то я предпочитаю быть правителем. Логично. Уравнение такого общества я господин, а он раб. Прекрасно. Конечно, не всегда все попадают в господина, некоторые так или иначе оказываются по всем статьям рабами, но на самом деле нет большой очень разницы, потому что в мире, где есть рабы и господа, господин, он тоже в каком-то смысле раб системы. Также в Древней Египте, также в Советском Союзе. Второй вариант – общество жертвенности. Оно полагает, если должен быть правитель и подданный, я с точки зрения морали предпочитаю быть подданным. Блаженный, нищий духом и так далее. Это идеал христианства. Идея подставить вторую счетку. Опять же, мы видим, что этот идеал, он в основном очень часто бывает провозглашен, но в реальности, тем не менее, тот, кто провозглашает себя рабом, он пытается стать при этом и господином. То есть, для него уравнение имеет вид «я раб, он господин». Общество, основное на мистике, полагает, если история требует правителей и подданных, я предпочитаю остановить историю, остановить время, и эмоции, и зло так иначе прекратят. Все мистические учения Дальнего Востока во всех их разновидностях основаны на этой концепции. То есть, поскольку мир, мир это неприглядное место, единственное возможное взаимоотношение между людьми это господин и раб, и я не хочу в этой игре участвовать, поэтому я предпочитаю быть на самой нижней ступени, полностью отрешиться от этого мира, быть рабом. И я раб, и он раб, все рабы. Тара гласит, что если обязаны быть правители и подчиненные, то нужно достигнуть соглашения о том, что каждый признает другого как творение, созданное тем же творцом. Каждый признает человеческое достоинство другого как высшую ценность, и тогда не будет подданных вообще. То есть, с одной стороны, мы живем в мире, в котором как бы обязательным образом существуют господа и рабы, с другой стороны, у нас есть некоторый патент, чтобы эту сущность, которую вначале говорил Маниту, в начале прошлой главы, что каждый хочет себе забрать побольше, каждый видит себя как ценностями на здании, каждый стремится отхватить побольше и находится в конкуренции с другими. На самом деле, вот это все можно изменить и перевести в совершенно другую реальность, в которой каждый будет господином и не будет рабом вообще. и на самом деле, если мы сейчас спросим себя, а как же в Таре признается рабство, действительно, реальное рабство, и Тара соглашается на то, что даже евреи могут быть рабами других евреев, не вдаваясь в подробности, какие именно законы, какие именно рамки ставят Тара этому. Если мы внимательно читаем Тару, мы поймем, что это некоторый способ существования в этом мире, в тот момент, когда мы не пришли еще на такой уровень, когда рабство будет искоренено полностью. Я сейчас говорю не только о рабстве формальном, которое было в древности, в котором Тара шла на компромисс, поскольку не было другого возможности, но и в сегодняшней реальности, когда так или иначе между людьми создаются отношения господина и подчиненного. Можно ориентироваться на такой идеал, что в конечном итоге рабство быть не должно, подчиненности быть не должно. Даже в области Тары, как говорит нам пророк, и тогда будет наполнится земля знания Всевышнего как водой. То есть знание Всевышнего будет таково, что один не будет выше другого в этом значении, как вода поверхности моря. Глубины могут быть разные, но нет разницы в высоте. Люди могут быть разные, постижения могут быть разные, но при этом нет господства и нет иерархии. Это некоторый выше такой идеал, но он достигается через то, что он говорит в Монету, через то, что каждый признает человеческое достоинство другого как высшую ценность. Когда я научусь признавать человеческое достоинство другого человека, неважно кого, как высшую ценность, тогда будет открыт путь к такому существованию в мире. Каждый человек должен относиться к другому как господину. Вторая попытка найти реальное решение проблемы двух братьев, которые должны жить вместе. Возвращаясь к нашей теме, первые два человека, рожденные из отроби матери, Каин и Эмель, представляют собой две идентичности. Личность сына и личность брата. Это две соперничающиеся между собой личности, должны научиться жить вместе в братстве. Очень важно, конечно, что они совершенно разные, и каждый из них выбрал свой путь, один выбрал путь земледельца, другой, я не помню, я тут выбрал несколько отрывков из продолжения, нет, наверное, я это не выбирала, то, что каждый выбрал один выбрал земледелье, а другой выбрал быть пастухом, это какие-то базовые тоже профессии, которые очень сильно отвечают различию характеров, различия идентичности. А сейчас я хотела продвинуться вперед, пропустить несколько глав, и не, не, я это их пропустил уже, это у меня, да, это у меня тут выборки из будущих глав, и темы, второй темы, которые я собиралась рассмотреть на этом уроке, это идеология Каина. Мы уже говорили, и Маниту об этом говорит, это видно из текста писания, что в каком-то смысле Каин это центр. Каин, он был предназначен, мог бы стать Машехом, условно говоря. С Каином Всевышний ведет диалог. Каин, он работает на земле. Вопрос в том, работает на земле и становится рабом земли, я не уверена, проходили это или нет, но там можно читать по-разному это слово. Веда дома можно прочитать Эведа дома, потому что там нету вава. То есть слово работающий на земле можно прочесть как раб земли. и само по себе работа земледельца в общем и в общенном смысле человека, который имеет дело с материальным, а не с духовным, она содержит в себе вот эту опасность, что человек становится, может стать рабом материального. Но с другой стороны, именно это то, что хочет от нас Всевышний, чтобы мы ему служили не только духом, но и работая на материальном, а не на только духовном, чтобы достижения человека духовные были на материальном. Поэтому и уравнение братства требует от нас Всевышний в отношении настоящего человека, брата, близкого, а не просто вознесение духом к источнику всего, от решения от всего земного, от людей, только мысли о святости. Это не то, что от нас Всевышний хочет. От нас Всевышний хочет, чтобы мы служили ему через работу на земле, и поэтому вообще говоря, в будущем дает народу Израиля, землю Израиля, чтобы именно воплотить мессианскую идею в материальном а не только в духовном. Извлечь Всевышнего, найти Всевышнего в материи и не только в духе. Гораздо проще найти Бога в каких-то возвышенных мыслях, кстати, размышлениях о вечности и так далее. то, что там он действительно есть в гораздо более открытой форме. Найти его в материальном, вести себя в нашем мире достойно, а не только в теории, но и на практике это гораздо сложнее. Но поэтому все внимание Всевышнего обращено к Каину. И было в конце времен, он принес Каин подов в дар Господу, и Эбель также принес из первородных овец своих истучно. И Господь обратил внимание на Гемеля, на дар его, и на Каина, на дар его не обратил внимания. И очень досадно стало Каина, и поникло лицо его. Сразу заметно, что это несправедливо. И Раша приходит объяснить нам, в чем тут проблема, не просто так же Всевышний по прихоти отвернулся от дара Каина. Раша дает нам ключ к ответу. От плодов земли из худшего. Медраж объясняет, что качества жертвы Каина и Гебель были совершенно различны. Каин приносит своему богу из отходов. Отношение Каина к творцу выражено в подношении, которое он приносит творцу, и оно аналогично его отношению к ближнему. Еще раз подчеркнуто, что идеология одна. Отношение с богом проецируется на отношение с ближним. Точно так же, как в отношении с ближним Каин ощущает себя центром, а ближний это просто что-то случайное. В конечном итоге то же самое происходит и с богом. Я здесь центр, бог существует, он не атеист, как дальше скажет рабашки Нази. Но тем не менее, у него есть какое-то свое место, он не центр вселенной, моей вселенной. Теологический уровень Каина соответствует его морально-напрологическому уровню. Отношение Каина к своему творцу такое же, как отношение к его брату. Это основано на такой классификации. Я это главное, а дополнение еще некто другой, будь то мой брат или бог. Фактически то же самое, что я сказала, может быть, более понятными словами. Каин не атеист, он признает существование божественной силы и чувствует, что должен принести ей подношение. Но вера основана на том же принципе, на котором основывает свою мораль. Я это главное, хотя я и готов уступить существующим природным силам в мире. Бог это сила в мире, я должен с ним считаться, отдать, я ему могу, должен, по-видимому, что-то отдать, и я ему отдам. У Каина есть смелость начать служение, но само служение оставляет негативное впечатление. Почему? Я не уверена, я не помню точно, какие я куски выбрала, может быть, мы прочтем это дальше, но я могу сейчас уже сказать, что, если вдруг этот кусочек я не выбрала, что откуда делается вообще вывод, что он принес из худшего, потому что сказано в тексте и было в конце времен, то есть в конце кончился сезон, он, так сказать, наполнил свои закрома, Каин, то, что у него осталось, он принес всевышнему. Может быть, интересно, что конец сезонных работ, когда собирают осенью, и, видимо, в это же время как раз подрастают маленькие овечки, и из них как раз Гевель выбирает лучше. Но это служение стимулирует конкуренцию, приводит к сравнению с судом, то есть для Каина важно, мы сразу видим, что его жертва была сравнивала с жертвой Эвеля, может быть, он поэтому поторопился и принес первым, чтобы быть лучше, не знаю. Заднее число его инициатива оказывается неудачной, и в результате его жертва недействительна. Отсюда вытекает противостояние двух культур, представленных Каином Эвелем. Первая это языческая культура, которая, по сути, является службой остатков, хотя бы и очень богатых остатков, то есть включая очень-очень-очень богатые дары, тем не менее, пора в Ашкеназе, каким бы богатым дар ни был, важно отношение, с которым я его приношу Богу. Язычники, даже если они дарят очень-очень дорогие вещи, какие-то драгоценные камни своим богам, тем не менее, это некоторый способ откупиться от этих богов, отдать им что-то, без чего я могу какую-то счастье от себя. И это сильно отличается от того, что сказано дальше, другая это подлинная культура и в ней главное принесение первенков. Надо понять, что дело не только в цене, а дело в том, что когда я приношу первенки, то есть то, что называется у нас бухурон, первые плоды урожая, этим я показываю, что первое, первое, обычно это самое лучшее, но даже самое лучшее тоже хорошо, да, из самых первых я выбираю самое лучшее, но первое это показывает на первичность Всевышнего, а не меня. Очень большая разница. Я заработал много денег, отдал какую-то часть Богу, это очень хорошо, скажем, во многих случаях, но когда мы приносим первые плоды урожая, и такая идея не только в первых плодах урожая, например, при засхвате Иерихо, одним из объяснений, почему Яшуа запретил пользоваться чем бы то ни было, каким бы то ни было захваченным в этом городе, это идея о том, что первый город, который был захвачен на земле Израиля, он целиком должен быть посвящен Богу, потому что идея первичности, она здесь главная, и в этом огромная разница между тем, кто видит себя в центре и первым забирает себе все оставшееся, даже очень большое отдает другому, отдает Богу, и тем, кто первым делом дает что-то Богу, а оставшийся дает себе. На протяжении всей истории существовали культуры, ритуалы которых были полны величия. К ним относятся языческие культуры, такие как культура индейцев майя, древняя Египет с его пирамидами, ацтеки древнего Вавилона и его храмы. То есть всюду эти храмы были огромные, потрясающие, и они строили своим богам. Вопрос не в том, что они отдавали богам мало, а вопрос в том, что они подразумевали, когда строили эти храмы. Эти культуры являются примерами подхода и действий Каина. В этих культурах Каина они построили монументальные здания, в которых внутри не было ничего, не было души и не было морали. То, что я Всевышнему готова отдать первое, это основа морали, и то же самое проявляется в отношении с ближним, ты готов ему отдать первое. Другой пример огромные христианские соборы. Это не означает, что в этом языческом религиозном служении не было эмоций, но откровение Шхины не посещало эти величественные храмы. Шхина, она существует только в еврейском храме. Эти впечатляющие ритуалы имитируют настоящее действие, но безуспешно, поскольку их моральная основа ошибочна. Они сосредоточены исключительно теологией, и в них нету идеи познания Бога через другого. И дальше Каин тоже находит в себе силы ответить без страха. Это преступление и раскаяние, глава, здесь мы сейчас пропустили довольно большой кусок, в котором было уже убийство. Но я выбрала вот этот последний кусок, потому что здесь опять идет речь о идеологии Каина и каким образом он существенно отличается от еврейской идеологии. Когда Бог приходит к нему и упрекает его в убийстве, он находит в себе силы ответить без страха. Его ответ велика вина моя больше, чем можно вынести. Каин говорит, что это преступление, которому нет извинения и прощения, поэтому его нельзя вынести. Значение слова нести в Таре можно понять из фразы. Это обычно, когда мы не очень понимаем какое-то слово, что оно означает, нам нужно взять другой пример из Таре, другую фразу, и тогда контекст поможет нам понять правильно слово. Но это из 13 мер милосердия, который Всевышний говорит Муше после греха Золотого Терца. Когда он спрашивает у Бога, покажи мне свое лицо, и в этой церемонии Бог ему не показывает лицо, но он демонстрирует ему 13 мер милосердия, и там приводится то же самое слово лассет, нести, несущий вину и преступления и грех. Это означает, что Господь принимает и несет вину. Извините за ошибки в тексте. То есть когда говорится там в 13 принципах милосердия о несении вины, говорится об отсрочке, говорится о том, что Бог на какое-то время принимает на себя эту вину, он ее как бы несет до какого-то времени. Как будто Всевышний делает вид, что не видит грешника, пока тот не раскалится, дает ему время раскается, а в это время та вина, которую человек совершил, тот грех, который совершил человек, он подвешен, как будто Бог его несет. Несение вины означает долготерпение, ожидание раскаяния. Но Каин говорит Всевышний, что его проступок настолько велик, что его невозможно нести. на самом деле при этом мы увидим дальше Каин отрицает раскаяние. То есть то, что Бог говорит Моисею, что я могу нести вину и преступление, вынести ее, но почему Бог может ее вынести, почему Бог может ее терпеть, потому потому что он ждет пока человек раскается. Это может быть очень долго, на какой-то может пройти много лет, когда человек оглянется и скажет я был неправ, я хочу раскаяться. нам дается такая возможность, но Каин говорит мою вину невозможно вынести, грех невозможно исправить, это то, что говорит Каин. Раскаяния не бывает, есть большой грех и как я могу дальше с этим жить, поскольку исправить его невозможно. Поэтому нет смысла раскаиваться и сожалеть о том, что сделано. А теперь оно запечатано и закрыто. То есть в философском, в идеологическом плане Каин не признает вообще существование раскаяния. Он считает, что он сам не в состоянии раскаяться, он не в состоянии исправить случившееся. На самом деле какая-то часть безусловно неисправима. Человек умер, брак погиб. Это страшная вещь, это ужасный грех. Тем не менее, в основе иудаизма лежит представление, что все можно исправить. Даже самые тяжкие грехи им есть исправление. И что любое падение, оно может стать площадкой для подъема. Для большего подъема, чем было раньше. любая система, которая разрушилась, у нее при этом возникает поднятие. Но Каин не признает такого подхода. Раша объясняет. Это вопрос. Ты несешь высших и нижних, а мою вину невозможно нести? Утверждение таково. Грех слишком велик для одного, чтобы я мог его нести. Не мог бы помочь внести его. И почему бы тебе не понести мой грех вместо меня? То есть он пытается сказать то, что в принципе иммунитур, мне кажется, дальше это говорит. Я не очень опять помню, какие не очень хорошо помню быты в нашем тексте, прямо сказано или нет. Но это утверждение в общем-то христианской философии, которое человечество настолько слабо, человечество настолько грешно, что оно не может само исправить себя. Оно как тот самый Мюнхгаузен. Мюнхгаузен поразительный тип, он вытащил сам себя за волосы из болота. А это в общем-то нереально в нашей жизни. Мы находимся внутри этого мира, весь этот мир испорченный, мы сами испорчены. Как мы можем что-то исправить, когда мы сами испорчены до конца. У нас нет никакого выхода, должен прийти Спаситель, и он за нас пострадает, и он сотрет наши грехи, и все будет собава, все будет хорошо. А я сам исправить ничего не могу, потому что грехи наши тяжкие. А вот дальше Раветый говорит, что это христианская концепция. христианская. То есть конечно он не утверждает, что Каин христианин в полном смысле, но вот эта вот идея, которая проявилась в христианстве, он находит ее корни еще у Каина. Можно сказать, что у Каина совершенно христианский подход. Он отказывается брать на себя ответственность. Почему он отказывается брать на себя ответственность? Потому что я не в состоянии все равно ничего исправить. Это облик Каина, который изначально был совершенен. Изначально ему ничего не нужно было в себе исправлять. Но с другой стороны, когда он совершил грех, он опять говорит, я упал так низко, что я встать уже тоже не могу. На самом деле надо понимать, что и тот подход, и другой ошибочны. Человеку всегда есть что исправлять. Он никогда приходя в наш мир на этом этапе истории, мы понимаем, что мир совершенно несовершенен. И нам безусловно есть что исправлять и в себе и во всем мире. С другой стороны, в тот момент, когда мы ошиблись, совершили какое-то может быть очень даже тяжкое преступление, всегда надо понимать, что это можно использовать как трамплин. Трамплин. На иврите называется керышка фица. Андрей, как это называется? По-русски трамплин? трамплина. Трамплина. Можешь сказать трамплина, да. Можно так сказать трамплин. Вот. Что на этом можно подпрыгнуть. Ты упал, но ты как это еще говорится, отжался и встал, да. Упал и отжался. А? Это другая пословица, у нее другой смысл. Другая пословица, да, но тем не менее, но еще говорит Рабинахман говорит, что спуск это начало подъема или спуск он именно существует для того, чтобы потом подняться. Но у Кайна этого как раз совершенно не признает. Он для грешника нет пути к раскаянию. Продолжим немножко ниже. этот подход проистекает из того факта, что открытие моральных ценностей происходит задним числом уже после совершения преступления. У нас есть две разные, даже противоположные системы постижения морали. Один создает моральные ценности до совершения преступления, и тогда он несет ответственность за свои дела, так как понимает их значение. Другой осознает моральные ценности в следствии чувства вины. В необратимой ситуации задним числом после того, как преступление совершено. Тем не менее, вот это осознание моральной ценности даже в результате понимания своей вины, оно может дать человеку толчок к исправлению себя и всего нет. это то, что я хотела сегодня сказать. Просто для того, чтобы не обрывать урок лекции на случайном месте, делать небольшую ретроспекцию. Нет, ретроспекция лета назад. Пару слов о том, что дальше. Я думаю, что мне захотелось это привести также, потому что у нас тут возникали разговоры о раскаянии, о вине, о христианстве. И пару слов хотел сказать о том, что об этом говорит Монету. У нас есть еще время, потому что мы сегодня начали раньше. Поскольку это у нас последний урок, я бы хотела послушать ваши отзывы, вопросы, дополнения, критику. Хотел технически спросить, я пропустил вот то, что ты говорила про подход к христианству, да? Это перевод Монету, либо это... Нет, это все перевод Монету, мы же читали. Если это Монету, то как бы беседер, это твой, это авторский как бы текст, и ты его переводишь. Мне как бы считалось так бы пшито по-простому. Либо человек должен, если он цитирует что-то, что является либо оппонентом, либо вообще другая епархия, должен как-то присутствовать этот оппонент тоже, должен быть какой-то либо первоисточник, либо цитата, либо как-то. Потому что слышится логично. Но так ли это не так, это непонятно. На самом деле, как раз в данном месте, мне кажется, это понятно. В каких-то других местах иногда вызывает больше действительно то, что ты говоришь. Дайте мне цитату, приведите мне доказательства из отцов церкви, где они такое говорят. Конечно, здесь тоже можно возразить, что в христианстве, тут у него, кстати, есть ссылка, что есть возможность раскаяния, на исповеди, там есть возможности какие-то у христианства. Тем не менее, сама идея, то, что он говорит, почему он отождествляет вот такой подход к христианству, потому что в христианстве есть идея спасителя. Я не понял, послушай, я не понял. Здесь мир грешен, он грешен, на самом деле расхождение с иудаизм начинается с того момента, который Раша отмечает, и мы это как раз уже проходили, соотношение к первородному греху в смысле секса. То есть был ли секс это отношение интимное между мужчиной женщиной с лекцием съедения от дерева познания добра и зла, которое ни в коем случае не следовало есть и вообще мы скатились в какую-то ужасную с этим делом греховный мир, который целиком из-за этого грешен, или секс существовал уже в саде Дэнском и ничего плохого в нем нет. Что-то испортилось при съедении от дерева добра и зла, но оно не испортилось тотально. То есть у христианства мир целиком испорчен тотально и необходимо, чтобы пришел Бог вопротившийся в человек и исправил именно вот эту первоначальную порчу съедения от дерева познания добра и зла. у евреев же это точно так же сказать вот евреи в Талмуде говорят опять же я не против постановки вопроса это базовая вещь я не изучал христианство я не специалист понимаешь может быть что христианство была апологетика оно есть какая-то динамика нам известная не библейская но другая они сейчас к этому относятся по-другому просто в моих как бы глазах и ушах вот такое цитирование оно как бы оно легковесно оно меня не убеждает понимаешь если только я уже как бы готов с тобой ну понятно как она сказала сто процентов послушай на самом-то деле задача монету здесь не прийти и пригвозди к христианству вообще он не ставит себе такую задачу он говорит что христианство это идея есть зачем он вообще приводит христианство противник этой идеи в данном случае он показывает что эта идея есть у Каина и она возможно есть в христианстве может быть она в иудаизме тоже отчасти есть а чем он приводит христианство а зачем он вообще приводит христианство для чего это ему надо зачем приводить христианство я не понимаю это такое впечатление что это отголоски какого-то спора либо это на самом деле он все время Время от времени он приводит не только христианство, но и мусульманское. И показывает в этом контексте, где находятся иудаизы. Это не только монитор, это Рафшерки постоянно делают. Возьми его и в лекциях, и в книжках. Он говорит там, вот они говорят так-то и так-то, вот эти говорят так-то и так-то, а мы говорим не так и не так, или две вещи вместе. Не важно, я сейчас не хочу конкретно разбирать то, что говорил Рафшерки какой-то. На самом деле, я считаю, что безусловно, это не настолько абсолютно. И как ты верно говоришь, безусловно, есть развестие в христианстве. Я не знаю абсолютно. Если не знаешь, тогда вообще не о чем говорить. Нет, я не знаю христианства, я говорю о постановке вопроса. Человек говорит, плони альмони считай так-то. Приводи источник, хотя бы. Тогда можно пойти посмотреть. Например, я не знаю, как это называется. Там от апостола такого-то написано так, это и так-то. Либо современное христианинство. Послушай, на самом деле, даже если... Это же не исследование... Это же, на самом деле, не исследование... Наши, зря ты это переводишь в эту плоскость. Потому что это не исследование отношения религий. Это как пример, просто как иллюстрация определенного подхода к жизни. Который он называет подходом Каина. То есть, он не просто его называет. Второе, это описывать его как подход к Каине. Это Каин, который говорит, что я не могу рассказать. Ты должен... Или я, так сказать, на всю жизнь проклят. Или ты должен взять на себя мой грех. Это, на самом деле, как тебе сказать? Секундочку. То есть, это не то, чтобы в иудаизме этого не было. Или не то, что обязательно христианство только на этом и основано. Это некоторый взгляд на мир, который может быть в каждом из нас. Это некоторый подход Каина, который не исчез из мира совершенно. Иудаизм говорит тебе, посмотри в самого себя. И уйди от такого понимания. Например, есть это... Точно сейчас не скажу. В утренних проходах, по-моему... Про сатана, который передо мной и после меня. Когда человек собирается согрешить, ему Бог говорит, ну подумаешь. И он, да, какая мелкий грех, что там такое? Не Бог, а сатан. И человек... Это называется... Сатан, который передо мной. А Мяхарейну... Сатан, который за мной... После того, как совершил грех, он говорит, боже мой, какой страшный грех. Ты никогда не сможешь из него рассказать. Это не... Это комментаторы... Это наши комментаторы еврейские говорят. То есть они понимают, что это для нас актуально. Это не вещь какая-то отрешенная. Они понимают, что Мониту здесь не говорит, что вот это христианство, это Каин, это все не про нас, мы белый и пушистый. Он говорит, нет, это актуально для нас. В какой степени это актуально для христианства сегодняшнего? Вообще это его не очень занимает. Он говорит, что там эта идея больше просматривается, чем у нас. Но он не берется его здесь судить. Он говорит тебе и мне. Он говорит, что когда ты согрешил, не говори, что это невозможно исправить. Потому что когда человек... Когда случается так, что человек говорит, я так виноват, что дальше уже я не могу это исправить, я буду делать дальше уже. Жить как хочу и делать, что хочу. Потому что на самом деле я уже так виновата, что ничего исправить невозможно. Это абсолютно неверный подход. И в общем-то здесь как раз рамышки на нем делают на нем... Застряет на нем наше внимание, скажем так. Я не думаю, что тут вообще как бы есть речь о соотношении религии по большому. Потому что это не его цель. Михаила, ну я вот тоже как бы почувствовала, что Романиту имеет в виду больше всего, мне кажется, ну я так думаю, католичество и православие. А протестантизм, я думаю, в его время уже отличался. Ну и вообще даже и в православии, и у католиков есть люди, которые не только на теологии сосредоточены, а именно на действии, то есть на том, как они живут. Безусловно, да. Во-первых, в каком-то смысле, я думаю, когда в других местах мы встречались с некими отсылками рамышки на себе к другим религиям, он мне говорит тут про... Его задача не разбирать другую религию, не смотреть, сравнивать его даже с иудаизмом, а сказать, что там эта идея существует. Она, может быть, существует там в более выпуклой форме, чем у нас. И она как-то влияет, наверное, все же на тех, кто ее исповедует. Тем не менее, он не разбирает, в какой степени она влияет, насколько центральное место она занимает. Для него важно просто вычленить эту идею, что она существует в мире. И одна существо, вторая, она как бы персонафицирована в Каине. А потом она проявляется в разных областях жизни, может проявляться и в иудаизме, и в христианстве. То, что... Еще раз повторяю, мне кажется, что у него тут нет никакой идеи не нападать на христианство и не устраивать какие-то сравнительные исследования. С другой стороны, я не отрицаю возможности, что, может быть, это важно было для него в его лекциях во Франции после войны при возвращении... Он сделал очень много для того, чтобы вернуть многих евреев к иудаизму. Может быть, он ощущал некоторое... Я не могу этого точно сказать. Если бы такая ссылка была, вот если бы было такое примечание редактора, меня бы лично, меня бы лично, это бы вполне удовлетворило. Понимаешь? Я не думаю, что это... Если какой-то... То подумай, секундочку, Натан. Если какой-то, там, отец церкви или авторитет или еще кто-то где-то когда-то что-то сказал, это не является никаким доказательством. Ну, мало ли, что, кто это недавно, там, ну, это Август, не знаю, про этих самых, про антиподов, да, сказал, что их не может быть. Ну, мало ли, что когда-то сказал. Это тоже самое будет, как цитировать Талмуд выборочно. То же самое. Я вообще, секунду, я вообще в данном случае, в данном случае, я вообще просто вот наук сразу, я не понимаю, зачем, зачем он это приводит, понимаешь? Ну, мне кажется, я ответил на это. Почему это Раши не надо? А почему не ту надо? Значит, была какая-то причина? Что ты говоришь? Почему Раши не надо было не надо было в своих комментариях приводить к приводить, а вот они говорят так, а мы говорим так. Он, как бы, ему было достаточно сказать, я, мы иудаизм считаем так, все, зачем мы не ту? Нет, ну, это ты сравниваешь совершенно неправомерно, потому что Раши в свое время просто и не мог такого писать. И Талмуд был цензурирован. Живя в реальности христианской Европы, ты не мог с ними, не хотел с ними цепляться и критиковать. Это совсем другая реальность. По-моему, бессмысленно сравнивать с Раши. Раши тоже шелха нарухи для обной ног он не пишет, а вот и у христиан у них так. Такого даже в мыслях нет. Подожди, ну почему не шелха нарух для обной ног? Ну почему ты это... А вот в лекциях он так говорит постоянно. Там есть как раз в предисловии сравнение с исламом и христианством. Да-да-да, в предисловии есть. Так, ислам так, а мы посередине. Окей. Да-да-да, это их предисловие. Я вот сейчас точно не помню, но я помню, что он это говорит. Я могу не от себя сказать, что мне вот такие места в предисловии, они мне тоже, как это называется, они у меня вызывают некоторые отталкивания, понимаешь? Потому что такие... Ну как же тебе хотелось бы, чтобы все были... обобщающие вещи на одной ноге, без приведения источников, без приведения оппонента. Просто для того, для того, чтобы сказать, так, ребят, вы все равно моя аудитория, вы слушаете все, что я вам скажу. Ну так я вам это скажу, понимаешь? Это звучит неубедительно, не потому что я не верю Раву Шерке, я не верю Маниту, понимаешь? Мне просто кажется, что такого ранга как бы учителя, они должны более аккуратно, более аккуратно пользоваться какой-то аргументацией, понимаешь? Говоришь про ислам, приведи источники, приведи что-то, доказывай это. Не говори так, ребят, вы сами не верите сто процентов. Я вам что угодно то и буду говорить. Это моя точка зрения. Я поняла, но в данном случае ты согласен, что у нас не идет речь о диспуте между христианством и иудаизмом? Я согласен сто процентов. И вот здесь задача совсем другая. Правда же? А чем он вообще? Не доказать, что мы белые, пушистые, а они не черные. Так это звучит. Хотя, может быть, если бы он ставил такую себе задачу, может быть, это он бы и сделал. Удаизмом не ставил такой задачи. Он показывает, что до христианства определенно вещь, существующая гораздо более явным образом, чем у иудаизм. Хотя у иудаизм тоже есть такие высказки, например, Раба Шимон Бар-Йохай говорит, я бы со своим сыном мог искупить все, он не Бог, конечно, но вот я бы мог искупить все грехи человечества, отсюда и до потока. Я один, а если бы со своим сыном, то и в будущем. Но это не, с одной стороны, не немцуети, но нереально, он этим не занимался. но он говорит, мог бы. То есть, вообще говоря, он тоже ставит такой вопрос о том, что один человек мог бы вот взять и спасти. На самом деле, все всегда гораздо сложнее. И поэтому, на самом деле, если ты хочешь, то, что ты говоришь, указал бы какой-то цитат, это ничего не помогает. Если ты хочешь вот эту тему заняться скажем, конкретной, и рассмотреть, где в иудаизме, где в христианстве эта тема прослеживается, как к ней относятся там. Ты должен десятки там отцов церкви, десятки источников, сотни источников привести, чтобы потом привести к какому-то заключению. Это нереально в рамках... Тогда не упоминай. Тогда так не упоминай. Вот мне так кажется. Тогда так не упоминай. На одной ноге не упоминай, это выглядит несерьезно. Опять же, я не апостол, это Павел, Петр и так дальше. На самом деле, я тебе скажу, что уровень книги это не настолько глубокий, чтобы... Тогда мы не должны были упоминать Кабалу. Потому что, ну, что ты тут там говоришь мягкий пустирот, это все мелко. Послушайте, мне кажется, что здесь отголоски, как ты правильно сказал, здесь отголоски возможного его диалога с кем-то. Вот очень было бы правильно, если бы редактор, например, ты действительно бы узнала и в помечаниях было бы написано. Это довольно трудно. На самом деле... Это было бы очень интересно. Я понимаю, что это было интересно, но я тебе сразу говорю, что это в смысле нереально. Действительно, потому что иногда мне... Мы не занимаемся реально. Я пытаюсь выяснить там у людей франкоязычных и тех, кто этим занимался, что конкретно там имелось в виду там не совсем понятные какие-то... Я перевести могу, но мне не совсем понятно, что он хотел сказать. и это почти не удается выяснить, что даже те, которые там... Может быть, есть исследователи Маниту. Может быть, есть другие исследователи Маниту. А? Может быть, есть другие исследователи Маниту. Может быть, есть институт изучения Маниту. Но я знаю, а с кем я разговариваю. Спешись с ними! А с кем я разговариваю? Я тебе говорю, я знаю, что есть институт изучения Маниту. задай им мой вопрос задай им мой вопрос хорошо напиши мне, а я им переправлю нет проблем ну вообще-то я поддерживаю Натана в плане того, что узнать целевую аудиторию потому что я сталкивалась в мыслях с такой идеей, что Романиту не совсем знает как обстоят дела в христианстве но и вообще даже не он а мне кажется, что христианство тоже развивается и изменяется и поэтому в поиске и то, что они сейчас там какого-то достигли осознания и плюс влияние иудаизма то вот это из-за отсутствия такого диалога происходит стереотипный подход мне кажется особенно если взять протестантскую протестантов то они очень часто в своих подходе вот когда изучаем там и того же Маниту и еще других таких известных людей то чувствуется что вот они каким-то образом тоже уловили и осознали идею а вот то, что вы говорили про первородный грех и что они считают, что секс это как причина то нет не причина а следствие да то вот взять например христианство стремится к грядущему миру тоже и там не будет секса и Ромбам тоже в принципе так говорит не совсем так но это просто не место здесь у Ромбамы есть восхищение из мертвых и там нормальная жизнь это только потом у него есть некоторый мир душ абсолютно духовный но грядущий которому уже нет тел то есть это на самом деле это не совсем то же самое что в христианстве но я насчет будущего мира вообще не очень хотела там всех загнули такого просто не может быть ну бывает иногда мы тоже мэйру я задавала вопрос а чем там обитатели занимаются ну хорошо мудрецы говорят что нибудь ни еды ни питья ни совокупления это же на духовном уровне Танечка ну это же не на телесном же а откуда ты знаешь как они подумают нет я еще раз я я что касается будущего мира я не не готова вести дискуссии и не чувствую ее плодотворности на самом деле есть место теории о том каким образом будет устроен будущее мир в Талмуде есть несколько разных совершенно подходов и это понятно я придерживаюсь идеи что никто пока мы не дойдем до этого никто знать точно не будет мне кажется а потом уже поздно нельзя передать товарищу ты понимаешь ну там мне кажется вот есть там диспут между рабе и шоу рабе лезера когда я по-моему рассказываю и мне кажется что вот правильно понимать что именно на этой точке он и закончился пока мы не придем туда мы не узнаем как это будет реализовывать но есть люди конечно которые думали иначе например мой мангет считал что он может себе представить но как я уже говорила когда-то здесь мне кажется даже на своих лекциях или в какой-то другой ситуации что каждый человек который каждый мудрец или авторитет который по-своему описывает будущий мир он не имеет ввиду что он точно знает как это будет он просто подчеркивает в нем те аспекты которые ему кажется наиболее важны для осознания в этой жизни нашей например если Маймонид подчеркивает что это будет в конечном итоге мир разумов он хочет подчеркнуть что в нашей жизни с его точки зрения знание разум должен иметь наибольший верх такое у меня ощущение я не думаю что кто-то уверенно считает что он точно знает каким будет будущим он хочет просто нас как-то направить к тому что с его точки зрения важно заниматься в этом а ты знаешь почему он ссылок не дал потому что чтобы ты не увлекся это только для мудрецов можно как сангедрине знать про колдовство и так далее слушай в моем почтенном возрасте увлекаться ну не знаю хорошо я не про тебя человек увлекающийся человек увлекающийся ты человек увлекающийся ну даже у нас ну смотри вот книги бритшалом там же написано об этом как раз можно ли изучать вот эти источники написано что мудреца чтобы они могли разбираться и так далее что я тебе могу сказать есть вещи которые тяжело принимать для исполнения например я как бы по жизни привык читать мозговать обсуждать с товарищами может быть излишне эмоционально ну вот с раввинами тоже если есть проблема галактическая понимаешь она спрашивает у раввина он как бы специалист понимаешь ну что думает ислам либо христианство я бы предпочел например услышать читать Бердяева никогда в жизни его не читал как гуруки по жизни не дошли может быть имеет смысл понимаешь может быть имеет смысл понимать из первоисточника скорее всего целевая группа была так аудитория которая понимала о чем говорится настало время пригласить по виду христианского философа современного чтобы он объяснил какие-то положения я не знаю нет выхода я не хочу сказать врага но это же как бы смешно но если мы хотим понимать вести как бы не диалог не диалог но понимать с кем мы имеем дело я совершенно не понимаю по жизни так произошло я вообще никогда не был честно говоря в церкви никогда не был может быть это неправильно за границу ездим я не знаю мне как-то я бы очень хотел Карабаджо посмотреть я остановился не вошел не могу понимаешь у меня вообще никакого опыта нет абсолютно может быть это плохо не в том что в церковь ходить но конечно надо было как-то поучиться за время руки на встрече как бы Раша занимались не знаю на встрече Раша придет конечно окей а мне хотелось можно а или уже все да не-не-не можно конечно еще пару минут если можно то у меня Миша начнет стучаться ну вот про щеку да что нельзя подставлять ну нету вторую да имеется ввиду надо поставить вторую щеку а в первую можно нет тебя ударили по одной щеке подставь вторую это вот как бы идея насколько я знаю да но вместо того чтобы вместо того чтобы дать сдачи альтернатива но на самом деле опять же как мы к этому относимся если мы это считаем руководящим принципом по жизни во всех случаях это проблематично а в частности и в перке а вот тоже там в Толмуде про мудрецов говорят слышат обиды и не реагируют да может это вообще парафраза любви ближнего как самого себя нет нет ну надо различать у каждого такого излечения есть некоторая своя область в которой оно работает любви ближнего это одно не делай другому то что ты не делаешь не хочешь чтобы сделали тебе это другое делай другому то что ты хочешь чтобы не сделали тебе это третье то есть у каждого у каждого из такого высказывания есть свой как бы своя область применения свой смысл поэтому парафразы тут я думаю не работают я как ясно вопрос есть ли в христианстве самообороны не знаю есть ли в христианстве понятие самообороны вот был бы сейчас человек специалист по христианству да я бы вас спросил послушай объясни мне есть ли в христианстве самообороны да или нет все а так я не знаю ок то а смотри а пора выяснить по-видим кто это завел если дойдут руки я когда-то услышала лекцию и там было такая интересная ссылка на пророков я узнала что в иудаизме щеку можно подставлять только наверное не вторую вот смотрите в эйха 3.30 написано пусть подставит он щеку бьющему его пусть насытится позором а и шаягу 56 стих написано спину свою отдал я побивающим и щеки свои вырывающим волосы лица своего не закрывал от поруганий и сплевывания может христиане отсюда взяли ну конечно они много чего взяли от нас нет никакого сомнения ну просто Лев Толстой изучал и вот он сказал что ничего нового нет а вот пролонит он не нашел это место а лектор как раз указала я запомнила ну на самом деле как бы мы не еще раз безусловно мы не ставим целью себе сравнение анализ иудаизма и христианства это бесконечной темой которую вообще говоря я не занимаюсь я думаю мы должны заканчивать я дико извиняюсь нас потянуло в христианство это плохой да да это почему-то у нас я в общем не очень приветствую я эмоциональный провокат но поскольку мы решили мне больше как бы заинтересовал не сравнить ли анализ религии чем я собственно не очень занимаюсь а тем что следствие какие-то в отношениях между народами это то что заявил Натан для круглого стола и всех приглашают окей Илья Дворкин он предлагает прочитать лекцию о религиях вот пожалуйста свой еврейский человек прочитать лекцию про религии пожалуйста можно согласить окей белые дамы что технический вопрос один да только быстро пожалуйста мы даже закрываем да я слушаю быстро эти текстовые материалы которые сопровождали лекции с ними где-то можно ознакомиться я бы предпочла я бы предпочла сейчас не давать поскольку вы видите там много ошибок это чрезвычайно черновой вариант и когда книжка выйдет я буду рада всем кто принимал это не готовые окончательные материалы это не готовые окончательные материалы мы должны заканчивать я тихо извиняюсь мне звонит Миша Голосовский всем счастливо и пока на хаме творческого отдыха отпуска да спасибо пансионат для творческих работников сосновый бор я не знаю все что хочешь ладно пока 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 Продолжение следует...